Всем привет, меня зовут Гусь. Всем привет, меня зовут Кристина. Всем привет, меня зовут Гусь. У меня есть старый компьютер, я решила его модифицировать. Мне захотелось его усовершенствовать, не затрачивая на это много финансов. Для начала я решила сменить саташный SSD-диск Kingston объемом 240 ГБ на SSD-диск Patriot объемом 256 ГБ типа NVMe бюджетного сегмента. Подключив его к порту PCI-Express, используя NVMe адаптер. Имея на руках NVMe SSD-диск и NVMe адаптер, возникла следующая проблема. В системе Windows диск определялся нормально, но при попытке клонирования, переноса, либо установки винды с нуля на данный диск, при переносе установочных файлов и после первой перезагрузки выкидывал в меню установления Windows. Выяснилось, что SSD-типа NVMe банально не видно в BIOS, ну или UEFI, если вам удобно. Что свидетельствует о том, что моим чипсетом X79 типа NVMe просто-напросто не поддерживается. Я очень расстроилась и, недолго думая, покопавшись в интернете, решила модифицировать свой BIOS. Так как целью было ускорение ПО, то бишь я хотела ускорить работу винды, а не использовать SSD-диск объемом 256 ГБ как файлопомойку. И интересно было проверить, заметно ли разница между работой порта SATA 3 и порта PCI-Express, который якобы напрямую общается с процессом, обходя все лишние контроллеры. Благо на 79-м чипсете 40 линий PCI-Express. Начнем с того, что мы имеем материнская плата ASUS Rampage 4 Extreme на X79 чипсете без поддержки порта M.2. NVMe SSD-диск Patriot объемом 256 ГБ и NVMe адаптер. Все используемые в дальнейшем файлы будут доступны для скачивания по ссылке в описании. Все действия проводились на чипсете X79, для других чипсетов файлы будут иные. Так что если у вас чипсет не X79, то можете посмотреть это видео просто ради интереса. За кирпичи и ответственности не несу, все дальнейшие действия со своим биосом вы производите на свой страх и риск. Для начала качаемся файлы по ссылке в описании. Я извлекла файлы в одну папку для удобства. Запускаем приложение Wi-Fi Tool, затем файл OpenMH файл и выбираем нашу оригинальную прошивку. Далее для вашего удобства видео я замедлила. Если вы используете биос не тот, что по ссылке в описании, то убедитесь в наличии DXE-драйвера CSM Core, без него у вас ничего не выйдет. Спускаемся к последнему в списке DXE-драйверу. Следом за этим драйвером нам нужно будет вставить FFS файл из папки NVM. Для этого кликаем по последнему DXE-драйверу правой кнопкой мыши, Insert After и выбираем FFS файл из папки NVM. Далее сохраняем наш модифицированный биос файл, SafeImage файл. Сохраняем куда вам удобно, название должно быть такое же, как у оригинального биоса. Я запарилась, сохранила биос не в том формате. Я сохранила его в формате ROM, а нужно нам в формате CAP. Этот фрагмент я удалять не стала, так как это, как я считаю, является уточнением. Пересохраните заново ваш модифицированный биос, только пропишите формат CAP вручную. Затем наш конечный файл перекидываем на флешку. Советую использовать флешку объемом не более 8 гигабайт. Флешку на 16 гигабайт я не испытывала, но флешка на 32 гигабайта не проканала. Затем вставляем флешку с нашим биосом в белый USB порт под кнопкой ASUS ROG Connection. Выключаем компьютер, зажимаем кнопку ASUS ROG Connection на 5 секунд. Индикатор биоса начнет мигать. Процесс прошивки завершится, когда индикатор биоса перестанет мигать и будет просто гореть. Теперь ваш биос модифицирован, и в нем будет отображаться SSD-диск типа NVMe. Если данный ролик соберет порядка 100 лайков, то в следующем видео мы будем сравнивать скорость записи и чтения с SSD-дисков, подключенных к портам SATA 3 и порту PCI-Express. А с вами был Гущ, спасибо за просмотр. Субтитры сделал DimaTorzok